Я готов. Всем привет! Меня зовут Лена, я же Ханки. И мы наконец-то созрели, чтобы снимать обзоры на омские доставки. Потому что я живу где? В Омске. Первый обзор мы снимем на лапшичную с маленьким цветком в большом окне. Потому что у меня есть сертификат. Да. Да. Я в этой лапшичной была где-то в году 2015 или 2016. Вот даже фотка. Решили заказать жареный рамен с пулькоги и свинины, рамен с курицей и шиитаки в бульоне. Шиитаки это такие грибобасы. И жареный рис с филе цыпленка и с ананасом. Также в дополнение закажем салат с лапшой из Маша и хрустящими овощами. И курочкой в кисло-сладком соусе в качестве дополнения. Также закажем мункейк, если он там есть. Ну и что-нибудь попить. Один такой с усами рыжими в шапочке. И другой. Зачем я это говорю? Что? Короче, заказ привезли за 40 минут. Быстро. Так. Чек. Итого получилось вместе с сертификатом на вторую бесплатную лапшу 860 рублей. Короче, давайте сначала попробуем рис, потому что рис я еще ни разу тут не пробовала. Ну, то есть в лапшичной с маленьким цветком в большом окне. Рис у нас с курицей и ананасами. И в дополнение идет соус терияки. Измерим массу. 608 граммов. Вливаем терияки. Перемусякиваем. Да блин, оно прилипло. Хорошая такая порция. Я уверена, что ей нажраться легко. Я долго выбирала, с чем заказать рис, с чем заказать рамен. В итоге выбрали рис с ананасами. И я считаю, что это было правильным решением. Ананасы очень хорошо дополняют. Без ананасов было бы реально тухло. Просто обычный рис с курицей. Ну, по-домашнему совсем. Попробуем разложить. Риса, конечно, дофига. Ананасы. Перец. Курица. Огурцы. И... Капустка. Рис обошелся в 315 рублей. Поскольку доставили всего лишь за 40 минут, все горячее. Бульон идет с лапшой. С... Я забыла, с чем. Пахнет вообще. Очень горячий контейнер. И немножко он масляный. Ого! Тут прям всплыл такой слой масла. Да, отдельно наливают бульон. Отдельно лапшичка. Чтобы лапша не потеряла своих вкусовых свойств. Не знаю. Вот такая аппетитная у нас лапша. С курицей и грибочками шиитаки. Ааа, горячо. Немножко лапша все равно слиплась. Блин, надо было перемешать бульон, потому что здесь по итогу все масло. Лично для меня лапша недостаточно соленая. Вообще, сама по себе лапша, конечно, хорошая. И такая домашняя, в грибном бульончике таком. Но, не знаю, не хватает какой-то насыщенности, что ли. Самым дорогим, по идее, должен был быть жареный рамон с пулькоги и свинины за 325. Но он шел бесплатно, поскольку у меня был сертификат. Рис, как я уже говорила, 315. И это лапша в бульоне с курицей и грибочками. Грибочками. Это лапша в бульоне с курицей и шиитаки стоит 245. Но пока что рис вкуснее. Мы забыли взвесить. Пробуем теперь рамон жареный с пулькоги и свинины. Это мой фаворит, который я все время заказываю. Так, это салат. Вот это the best. Сначала я залью терияки, потом перемусякаю все и открою, чтобы рассмотреть поближе. Типикал. Господи, сука, слюни. О, да! Веганам отойти. Жирненькая. А теперь самое время. 527 граммов. Типикал. Кунжут. Лапша. Огурчики, перец. Оно такое длинное. Да. Быстрее попробуй, это просто феноменально. И закуси свининкой. Я думаю, нажираться не надо. У нас уже есть салат. Обожаю жареный рамон с пулькоги. Всем советую. Ну, выбирая между жареным рамоном и рамоном в бульоне, я, конечно, выберу жареный рамон. Но все-таки для меня он вкуснее. А для тех, кто предпочитает что-то менее соленое, менее такое густое, жареное, жирное, то, конечно, берите с бульоном. Что? Переходим к салату, да? Надо убрать пулькоги, пока они истекла слюнями. Салат стоит 180 рублей. Вот та самая лапша из загадочного Маша. Ну, то есть, грубо говоря, такая бобовая лапшичка. Полупрозрачная. Попробуем. Она такая... Вот такая. Напоминает запах салата с пульчозой. Достаточно безвкусная. Сама по себе. Как будто это что-то несъедобное. Ты понимаешь, что это грибочки? Да. Мне кажется, нет. Грибочки. Прозрачная лапша из Маша и хрустящие овощи. И в дополнение бывают грибочки для веганов. Но мы выбрали не для веганов. Овощей и курицы немного. Основная масса, конечно, резиновая лапша. Сожрать, что ли, это все теперь? Болгарский перец, наоборот, загорчил. Ну, вот с курочкой нормально. Но курочке точно надо было побольше. И мы забыли его взвесить. Перейдем к напиткам. Наконец-то. Это у нас лимонады. Брусника плюс апельсин и черника плюс лимон. Вкусный. Состав брусника. Апельсин, лимон, сахар, корица. Но здесь апельсина нет. Да. Здесь просто черника, лимон и сахар. Чуть-чуть такой горьковатый. Но прям на вкус бруснично. Апельсин тоже чувствуется. Теперь черника, лимон. Состав попроще. Этот лимонад, он прям такой какой-то немножко безвкусный. Немножко какой-то водянистый. Короче, лимонад я выбираю с брусникой и апельсином. По крайней мере, для меня этот лимонад определенно вкуснее. Офигенный, реально. Подведем итоги. На первом месте у нас жареный рамен с пулькоги и свинины. На втором месте жареный рис с цыпленком и ананасами. На третьем месте лапша в бульоне с курицей и грибобасами шиитаки. И на четвертом месте резиновый салат. Короче, как я заказывала, так и продолжу заказывать свой любимый жареный рамен с пулькоги и свинины. Еще, возможно, теперь я буду заказывать лимонад с брусникой и апельсином. Кстати, одна такая бутылочка стоит 60 рублей. И еще я бы с удовольствием заказала мункейк, но почему-то, к сожалению, их не доставляют. Дорогие амичи, пишите в комментарии, на какую доставку мне снять обзор в следующий раз. И мы обязательно снимем. Вот и все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Пока!